МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как тебя зовут? Дана. А меня Андрей. У тебя такое красивое имя. А что оно значит? Ну, насколько я знаю, оно значит «дарованное». Даруй имя, даруй судьбу. Так считали наши предки. Они верили, в имени человека заложена большая сила – защита от злых духов. Кроме того, считали, что правильно выбранное имя служило так называемым передатчиком информации между богами и человеком. Бывали выпадки, когда имя давали специально неприемное, например, «Нелюб», «Некрас». Имя, которое означало нелюбимого человека, непривожего человека. Для того, чтобы дренные злые духи не извертали увагу на этого детенка, лечили, что он, этот детенок, им абсолютно не будет корыстно, текавый. А вы слепшим на Святослава нападе, чем на Некраса. Современные родители уделяют выбору имени не меньше внимания. Правда, уже не боясь злых духов, некоторые стараются придумать имя как можно харизматичнее и ярче. Мол, главное критерии, чтобы их чадо выделялось из толпы. И, конечно, символика и энергетика имени не подвели. Но как их расшифровать? Предположений и методов много. Один из них говорит – важно не само имя, а буквы, из которых оно состоит. Например, если в имени много согласных, его обладатель – это человек с сильным и волевым характером. Проверьте это предположение на себе. Сработало ли это просто выдумка? И нет никаких скрытых кодов в нашем имени. Наша следующая героиня – носительница необычного для нашего времени и, собственно, географического положения имени. Она уверена, не имя делает человека, а человек его. Когда я нашла эту милую особу в интернете, я и предположить не могла, что человек, у которого и согласных в имени два раза меньше, чем гласных, и, собственно, переводится оно как «фиалка», может обладать такой силой воли. Сегодня той самой фиалки Иолантии 16. На вид обычный подросток со своими, кажущимися нам, ребяческими проблемами и заботами. Но пережить ей уже пришлось больше, чем многим взрослым. Несколько лет назад у Иоланты диагностировали рак. За длительное время лечения стойкости этой хрупкой на вид фиалки поразились даже родители. Не очень сильный характер. Она перенесла все вот эти вот трудности и ужасные проблемы, и боли. Никогда мы не слышали, чтобы она возмущала, вас жаловалась. Она просто сильный человек, но в то же самое время с прекрасной душой. И вот это значение «фиалка» – это такой цветок. С одной стороны, он красивый, он необычный. Фиолетовый. Да, он выделяется. Сама Иоланта не ищет в своем имени скрытых смыслов, да и не верит в них. Верит только в себя. Да, необычное имя помогает выделяться. Да, звучит красиво. Но магии здесь нет. Ну, мне кажется, наше имя – это просто наше название. Ну, у каждого оно свое. Они могут быть у кого-то там… Их может быть очень много, человек будет выделяться из толпы. Мне имя помогает только в том, что вот сказали, мне зовут Иоланта, и они такие «как-как?» И потом так весь вечер «как-как?» И ну, ты запоминаешься, вот был человек там, «как-как» его зовут. Получается, что наше имя – это просто название нашего тела. В известном романе антиутопии под названием «Мы» Евгения Замятина «Идеальное общество – это то, где мы – цитата от Бога, а я – от дьявола». В романе персонажи лишены традиционных имен и имеют лишь номера, состоящие из отдельных букв и чисел, например, Д-503. Все номера живут по строго рассчитанной системе, где индивидуальность сведена к нулю. А те, кто все же «я», подвергаются смертной казни. Роман Замятина заканчивается следующими словами. «Я уверен, мы победим, потому что разум должен победить». Ну, кто такой я и как меня зовут? Скажи нам в современном мире, что мы лишь номер. И что будет? Психологи уверены – наше имя – ничто иное, как наше отображение. И оно непременно должно нам нравиться. История имени этой девушки многим покажется странной и даже комичной. Елена – Лейла. И то, и другое она была по нескольку раз, и все официально, по документам. Родители девушки никак не могли определиться с именем дочери. Сначала Лейла. После очередного спора документы исчезали и появлялись новые – на Елену. И так четыре раза. Пока в 20 лет девушка решительно не заявила «буду Лейлой». Ну, как-то ощущение, да, того, что вот что-то вот не твое, вот чего-то не хватает, вот какой-то изюминки. Вот она вот, видимо, крылась именно как раз-таки в имени. Я когда с кем-то знакомлюсь, когда представляюсь, когда я называю свое имя, вот как-то даже очисти, вот как-то гордость испытываешь. Вот настолько люблю свое имя. Никогда не думала, что вот имя будет влиять на самооценку. В некоторых областях Индии присутствует особый случай, помогающий разрешать споры между родителями относительно имени новорожденного. Если отец желает назвать ребенка одним именем, а мать – другим, то в таком случае они зажигают две лампы. Чья лампа потухнет позже, тот и даст ребенку имя. Наша героиня подводит своеобразный итог. Она все-таки Лейла. Пока грандиозных изменений в жизни Елены Лейлы не произошло, но в душе стала спокойнее, уверена девушка. Ведь ее имя все-таки оберег, отвечает она на наш главный вопрос. Сменю имя, сменю судьбу. С таким пожеланием в отделы ЗАГСа ежегодно обращаются люди, которые уверены, в их имени срочно нужно что-то менять. В жизни каждый из нас пользуется либо полным именем, либо какой-то вариацией своего имени. И не единичный случай, когда к нам в отдел ЗАГСа обращаются девушки по имени Ксения, например. А их цифра предполагает, что они должны носить имя Аплексения, по их мнению. Понятие цифра судьбы используется в нумерологии. Это учение, основанное на вере в сверхъестественное влияние на судьбу человека различных цифр и чисел. Еще Пифагор говорил, все есть число, например, рождение или имя. Кстати, их числа по одному из правил нумерологии должны сливаться. Другими словами, число рождения и число имени должны быть равными. Это есть жизненный баланс. Например, дата рождения 22 марта 1991 года. Чтобы посчитать ваше число, необходимо сложить все цифры этой даты. 2 плюс 2 плюс 0 плюс 3 плюс 1 плюс 9 плюс 9 плюс 1. По итогу получаем 27. Полученную сумму складываем до элементарного числа 2 плюс 7 – 9. Это и будет цифра рождения этого человека. Расшифровать цифру даты рождения можно, обратившись к интернету. Например, я, судя по своей девятке, сострадательная натура. Склонна к критике и философски подхожу ко многим вопросам. Возможно, что-то из этого и правда. Но не стоит забывать, что нумерология – не наука, а лишь учение. И верить в нее или нет – решать только вам. Верим или нет, но последуем старые поговорки. Следующим шагом считаем свою цифру имени. В некоторых источниках это три слагаемых компонента. Имя, отчество и фамилия. Другие просто предлагают судить только по имени. Посчитаем и тот, и другой вариант. Расчет принято производить по этой таблице. Все буквы алфавита здесь соответствуют цифрам от 1 до 9. Полукова Екатерина Юрьевна. Это 2, 1, 4, 3, 3, 7, 3, 1, 6, 3, 1, 2, 6, 9, 1, 6, 1, 5, 8, 3, 6, 3, 6, 1. Получаем 91. Снова приводим к алиментарному числу. 9 плюс 1 – 10. Повторяем математическое действие еще раз и получаем цифру имени 1. А вот просто имя Екатерина. Сумма слагаемых в нем равна 35. 3 и 5 получается 8. 8 – это лидерство, творчество и высокомерие. А 1 – это воля, энергичность и цинизм. А вот еще вариант. Катерина. Этим именем я чаще всего представляюсь. И число этого имени 2. А это выраженная искренность, чувство юмора и сотрудничества. Как видим, все цифры разнятся. К тому же ни одно из них не равно 9 числу рождения. До гармоничного в нумерологии соотношения нужно что-то менять. Но буду ли это я? Психологи уверены, мое имя – это то, как я себя чувствую. Чувствуете ли вы себя Ивановым, Иваном Ивановичем, просто Иваном или Ванечкой? Транскрипцию выбирать вам. Очень часто бывает, когда я прихожу в класс, и там несколько одинаковых имен. Мне нужно сделать что-то такое, чтобы запомнили именно меня. И даже я, когда встречаюсь с детьми в классных коллективах, мы сразу с ними договариваемся. Как вас звать, если, например, три Сашки? И они сразу выбирают. Я, говорит, буду Александром, а я буду Шурой, а я буду Саней. То есть и здесь сразу видно, насколько дети себя ощущают и кем. Выходит, что у каждого из нас по несколько имен, так называемых транскрипций. А добавьте к ним еще имя, данное, например, при крещении или приросшую к вам с годами кличку. Получится даже не три. Вы когда-нибудь задумывались, зачем человеку столько имен? В Древнем Египте каждый новорожденный получал два имени – Великое и Малое. Также практикой пользовались и Брахманы в Индии. Двойные имена имели также Нивхи, Якуты, Киргизы, Арабы, Калмыкия, Русские, Украинцы и Белорусы. Одно имя для того, как обзносится с богами, альбо потом с богом. Одно имя для того, как обзносится с людьми. Гэтае перше имя треба было трымать у таямницы. Другое имя, як бы, поласкать можно было, як заводное. Оно специально для этого, для отвода, минавито, злых чар. И служила. Веданне саправданного имя давало, ну, лечилася, что давало силу для накладания чародейства, розных магичных ритуалов на этот человек. Как проклясть его, как сурочить. Сегодня, возможно, и не зная об этих преданиях, люди, будто защищаясь интуитивно, сами дают себе дополнительные имена и называют их псевдонимами. Обычно это звучное и яркое имя, которое призвано вызывать те или иные эмоции, чаще всего в коммерческих целях. Например, знали ли вы, что экстравагантного рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона звали совершенно обычным и звучным для американского общества именем Брайан Хью Уорнер? Свою новую фамилию на заре своей карьеры музыкант позаимствовал у кроваво-известного маньяка Чарльза Мэнсона, а имя взял как ов выражительной Мэрилин Монро. К слову, Мэрилин Монро – это тоже псевдоним. Девушку на самом деле звали Норма Джин Мортенсен. Еще минуту назад назови вам эти имена без примечаний и попроси описать этих людей, вы бы, скорее всего, констатировали. Брайан Уорнер, скорее всего, какой-то американский студент и, скорее всего, невзрачный. А Норма Мортенсен – американская домохозяйка. Возможно, так и было бы, если бы незвучный псевдоним, который, согласно все той же нумерологии, меняет судьбу. Дорогие друзья, в преддверии 2016 года хотел всех поздравить с наступающим годом обезьяны. Пожелать всем здоровья, удачи, любви, благополучия, массу улыбок и моря. От железнодорожника Игоря до известного шоумена Гарика Лимона. Проследив прямую зависимость, наличие псевдонима и известности, молодой человек виды изменил Игоря на Гарика и добавил чуточку кислотности. И понял – он сам начал меняться. Наверное, самое главное – стал добрее. Мне к людям началось по-другому относиться. Наверное, цвет желтый лимон как-то греет. А второе, что у меня круг общения людей расшитился в несколько раз. И я начал смотреть на мир немножко другими глазами, как говорится, на концерт и за кулис зашел. Сегодня псевдоним почти полностью заменил его паспортное имя. И даже полуторагодовалая дочь, когда ее спрашивают, кем работает твой папа, с уверенностью отвечает – Гариком Лимоном. Представьте себе будни Игоря, железнодорожника и праздник шоумена Гарика Лимона. Вот она, даже немного сумасшедшая разница. Гарик Лимон. Будь то транскрипция имени со Светланы на свету или кличка Батон, которая вполне может вам нравиться, или короткий, но звучный псевдоним – для других людей мы начинаемся с нашего имени. Ведь не зря практически у всех народов знакомство с человеком начинается вопросом «Как тебя зовут?». Как я могу сделать что-то такое, чтобы меня запомнили? Не только по моей работе. По работе меня запомнят потом. Но все равно все, мне кажется, начинается с представления. И самый сладкий звук для нас – это наше имя. Старая поговорка гласит «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Возможно, это применимо и к человеку. И высчитывать, каким будет твое плавание в жизни, можно разными способами. Экспериментируйте, ищите свой самый сладкий на свете звук. Но мне кажется, лучше всего это сделать, реализовав себя. Субтитры создавал DimaTorzok